Здравствуйте! В эфире программа о книжной полке. Ее ведущая Наталья Козынцева. Схиегумен Савва — известный старец, подвязавшийся в Псково-Печерском монастыре. К нему в сложном, безбожном XX столетии ехали сотни людей, искавших совета и утешения. «Каким был ваш духовный отец, Схиегумен Савва?» — спросили у одного из духовных чад. «Он творил любовь», — был ответ. «Не было человека, соприкоснувшегося с батюшкой и оставшегося без утешения. Для каждого у отца Саввы находились слова любви. Он в продолжении десятилетий верой, любовью, благодатными дарованиями служил церкви. Почивший 27 июля 1980 года, он и ныне продолжает окормлять христиан через свои книги. Своими писаниями отец Савва зажигает охладевшие сердца, вселяет дух веры. И сегодня мы предлагаем вашему вниманию одну из таких книг. Она вышла в свет в издательстве «Николин день» и называется «Схиегумен Савва. Плоды любви и покаяния». В этой книге собраны наставления Схиегумена Саввы о духовной жизни христианина, которые он дает своим духовным чадам, отвечая на их письма. Книга содержит следующие разделы «Гордость и смирение», «Любовь и милосердие», «Плоды истинного покаяния», «Избранные поучения на исповеди», «Душеполезные наставления ищущим спасения», «Лекарства для души». В первых двух разделах Схиегумен Савва содержательно и подробно раскрывает великие христианские добродетели, которые приводят душу к духовно-нравственному совершенству. Это смирение, кротость, милосердие, миротворчество, самоукорение и любовь. При этом он касается только одного, но основного порока души, гордости, как противоположности добродетелям и основного препятствия на духовном пути, с которым с самого начала надо бороться христианинам. Он предостерегает читателя от этого порока и дает наставление, как с ним бороться и побеждать, ибо без победы над ним не может быть ни духовного роста, ни спасения. Предваряет эти два раздела Старец такими словами. Человек создан по образу и по подобию Божию, предопределён для вечного блаженства и в вечной жизни призван к живому, непосредственному богообщению. Все люди, без исключения, как иноки, так и мирские, должны были бы идти этим путём, но, к сожалению, этот путь оказывается доступен не для всех. Какая же причина мешает людям иметь живое общение с Господом и наслаждаться утешениями неизреченными? Основная причина тому — похоть отчез и гордость житейская. Гордым Господь противится и только смиренным даёт благодать, только смиренным являет себя и пребывает с ними неразлучно. Но истина смиренных людей, которые живут по воле Божией, а не по своей воле, теперь мало. Большинство людей, по словам Старца, не прислушивается голосу Божию в сердце своём. А из тех, кто пытается прислушиваться, многие не понимают его и живут по своей воле, следуя голосу страсти. Поэтому спасение людей теперь совершается в основном болезнями и скорбями. Если человек добровольно не хочет смириться и жить по воле Божией, то он как бы принудительно смиряется через страдания. В этом проявляется милосердие и человеколюбие Божие. Для достижения духовно-нравственного совершенства надо всем учиться познавать волю Божию, прислушиваясь к голосу Божию. А чтобы вернее услышать его в себе, надо отложить свою маленькую индивидуальную волю. И надо быть готовым на всякую жертву, подобно самому Христу, который был послушным Отцу даже до смерти. Цель жизни христианина, отмечая с Хиегумен Савва, стяжание Духа Святого, постоянное богообщение, познание и исполнение воли Божией. Если нет стремления к этому, то жизнь с христианской точки зрения бесцельна, бессмысленно и пуста. Но чтобы стяжать Духа Святого, надо очистить сердце от страстей, и прежде всего от гордыни, матери всех пороков и грехов. Недопустима даже малейшая тень красования своим «я». Самый тонкий вид самолюбия является преградой для вселения Духа Божия в сердце человека. Малейшее попрание чужой личности рассматривается как грех против любви, против образа Божия в человеке. Грех этот особенно противен Духу Святому и отгоняет его. От нас требуется постоянная, мучительно-страдальческая борьба с грехом, который живет и в нас, и вне нас. Требуется постоянное воздержание и ограничение себя во всем, чтобы легче было искоренить и сердце страсти, и пороки, и насадить в нем семена христианских добродетелей. Особенное внимание Схиегумен Савва обращает на покаяние, которым исправляются все наши душевные болезни, грехи. Этому таинству посвящено два следующих раздела этой книги. В одном из писем батюшка пишет «Боголюбивейший друг мой, Де, отвечаю на Твои вопросы об истинном покаянии и в основном о плодах истинного покаяния. Одновременно исполняю Твою просьбу и пишу душеполезные наставления, а также в виде приложения пишу те покаянные молитвы и воздыхания, которые Ты просил у меня. Вопросы о покаянии не только Тебе интересны. Часто ко мне обращаются люди с такими же вопросами. Особенно часто спрашивают «Батюшка, а что такое плоды покаяния? Батюшка, а что значит истинное покаяние? Как надо правильно каяться?» И подобных вопросов. «На все Твои вопросы», — продолжает старец, «я с Божьей помощью постараюсь ответить. Но у Тебя есть и такие вопросы, на которые Тебе сама совесть подскажет, как поступить. Совесть для нас тоже, что компас для мореплавателя. Если капитан потеряет компас, то он не будет знать, в какую сторону направлять корабль, особенно в пасмурную погоду. Так и у нас, христиан. Кто потерял совесть и стал бессовестным, тот уже не знает, как достигнуть тихой гавани спасения». Далее, размышляя о покаянии, Схиегумен Савва отмечает, что покаяние — это основа нашего спасения, поэтому пренебрегать им нельзя. Это обращение к лучшему, начало святой и непорочной жизни. В ком есть вера и истинное покаяние, в том, значит, есть и решимость оставить грех. На том пребывает благодать Господа нашего Иисуса Христа, очищающая грехи через духовных пастырей. Следующий раздел книги называется «Душеполезное наставление ищущим спасения». Здесь Батюшка говорит со своими корреспондентами на разные духовные темы, опять же о покаянии, а также о познании себя, о долготерпении Божьем, о воздушных мытарствах, о молитве за врагов и многом другом. Большое внимание автор уделяет греху осуждения, на которые в жизни мало обращается внимания. Автор старается научить избавляться от него. В заключении этого раздела он наставляет. «Итак, возлюбленный друг мой Дэ, убегай решительно от всякого встречающегося случая ко греху. Благотвори всем людям без разбора. Замкни на замок уста, глаза, уши, чтобы через эти отверстия в твою храмину не входили соблазны. Трудись для неба беспрерывно, чтобы стать свободным от искушений и грехов, чтобы стать угодным Богу». «Но только не забывай», — говорит старец, «что своими силами, без помощи Божией ты ничего не сможешь сделать доброго». Христос сказал, «Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». «Живи так, чтобы, имея таинство веры в чистой совести, в мире сердца и в безмолвии всего существа своего, ты мог сохранить уверенную тебе благодать с такой твердостью, которую никакие удары бед, никакая страсть, никакие искушения не смогли бы разрушить. Как можно чаще очищай себя покаянием, освящай себя общением с Господом нашим Иисусом Христом в причистых тайнах Его, и одежду души своей украшай достойными плодами покаяния». Имя старца Псково-Печерского монастыря с хиегумена Саввы Остапенко знакомо сегодня, наверное, каждому православному человеку. На его духовных поучениях, которые неоднократно переиздавались, взросло не одно поколение православных христиан, а он таким образом стал для них первым духовным наставником. «Наставления и поучения старца, прочитанные однажды, западают глубоко в душу. Они зажигают охладевшие сердца, учат познанию собственной души, укрепляют веру в Бога и помогают встать на путь покаяния». Дорогие друзья, на этом время нашей программы подошло к концу. Прощаясь с вами, я напоминаю, что новинки православной литературы вы можете спрашивать в церковных книжных лавках и православных библиотеках. Ну а я на этом прощаюсь с вами и, как всегда, желаю приятного и полезного чтения. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok